господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешен номер девятьсот двадцать три события дня сирахов 739 во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь за 26 июня 2017 года тут у нас пол наклонился большая тяжесть было когда ставили фундамента под это никакой под стал бы не ставились прогнила и потянула вниз но брали бочку пересыпали зерном утащили голубям зерном бочкой это не два килограмма далее лежали мои книги которые здесь запасной склад небольшой тоже перенесли другое место я их посчитал сколько это примерно что-то 800 килограмм лави из бочки тысячи под тонну мы ясно дело на маленьком пространстве решили камни подкладывать как собрал тут несколько домкратов поднять от пилить поставить на камни как на фундамент но посмотрели с какой стороны зайти к этим столбам все зашиты камни пошли не смогли поднять даже поднять и не могли большие камни были 5 камней бывшем лагеря музея сейчас тогда предложил володя на 1 мостик там бутовый камень на тележке туда и поволоклись я вокруг на велосипеде они прямо тут лог кочкин они едва едва выбрались набрали дорогой гайку затянула застопорила кого в тележке а тележка то обыкновенно там не роликов ничего нету ну туда сюда туда там ездили пока нашли ключ разводной да и вот и потеряли много времени но тоже польза была принесли камни еще раз прикинули за день раньше призывал батюшку прийти посмотреть как и приняли решение ничего не делать раз ослабили давление на пол нету ну пусть наклонный будет пока дальше не будет осадки почему потому что четырех столбов один нетронутый и поэтому поднимать а на нем как раз балка и это трудно это все вместе поднимать тогда да а так подкачка начнется домкратом один стоит на месте и мы шифер все поломаем ну посмотрели помолились и решили не трогать пока все перенесли тоже польза в этом есть малыши тут пололи пошел я тоже к ним где могу при способиться тоже а потом взял лопату давай тут репей уничтожать до день так прошел хрену немного надрал там обижает крот так и не попался день вот один день в этой деревне у голубей первое голубя тем все время боюсь чтобы и поднимается леток где есть там за крышкой дверка решил намертво закрепить что-то не лазите мне давайте голуби там гнездятся пуская прилетает на 2 голубя там легко подниматься три лестницы вода все легче поднимать а тут трудно 9 метров 60 сантиметров высота ее голубят не с полу она стоит как сюрреалистичное сооружение вот володя везде обкашивал я где не приду косить не могу уже прям сердце не берет где мелкие такие пространства нельзя косой литовкой пройти я там ползком и крапивы все выдеру сергея ждем с собаками тоже давай у него приготовлю тоже успел сделать но как будто мелочь такая один то идет туда-сюда туда трижды ездил и горя ждал из города нужен советы люди дают молимся ждем вызова в суд но так как то день то прошел дождя не было слава богу вот побежал к алексею ему тут накосили везде забери для своих коста тоже ангелина поблагодарила виду не мама приехала вот такое дело сегодня лежат сергей горохов дает советы не совсем ознакомлен тут строение так какие мазанки стоят их назывались на курятниками и вот их можно было бы убрать это другое нет никак нельзя а вот музей это все пресня это не тот музей таких музеев нету на месте люди бедные могут научиться как это сделать 45 лет без помощи государства тут совершенно под мерки музеем не подходит и все советы не то что они ну не со зла это делает совет нам нельзя никак убирать приезжают люди 45 лет это воспитывались люди здесь из-за границы приезжают они приходят как на родину здесь крещение у них было здесь они были детьми это не обыкновенный музей там корчашки разбитые какие-то нет здесь именно ничего нельзя трогать ничего не ремонтировать вот оно как есть так и есть на навозной куче ни одного квадратного метра не занимаем никто туда никакой бомж не придет тут совершенно никакие мерки знаний не подходят именно вот показать как вот тут печи русские как мы хлеб пекли вот приезжает ко мне какие-то люди издалека приезжают с москвы санкт-петербурга тоже занимается детьми но и не хватает ни средств ничего и там несчастные случаи с ребятишками ну как избежать вот лагерь как раз в музею я не знаю подсказать надо мне как резервация там или как вот бывает где-то индейцы жили и теперь там показывает как они как жили или какое-то старинное там ну и дальше то не идет а именно продлить умножить многократно ведь это если я никто какой я у меня никакого спецообразования нету ничего ну технарь строитель ой заняты там разных промышлен гражданским а здесь все и психология и обучение детей и навыкам и власти нападают и выстоять в этом не помощи не рублят государства только нападки это опыт и на показать как они спали как мы здесь все делали и живые люди это его музеем только назвал музей это правильное название муза для детей как раз об этом и есть вот уезжают за границу от нас играть единственное что вспоминается добрая россия это пребывание вашем лагерестане и как набирать команду то что как сдерживать дети бывают наркоманы вот это совершенно к слову музей это не относится а вот сохранить в том виде в каком она есть и суд будет перейти помолитесь просто об этом хороший бог дал суде прокурор чтобы умягчился расположился и помогал нам и нападала на разрушить все угодно можно и балки будут торчать теперь шифер там все еще будем трогать разбирать куда разбирать все пробито выдерни там ничего и нету чего ради то на территории деревни находится не захвачено мне это дали а она 10 лет назад 10 лет назад но теперь это деревне это место перешло в деревню лагерь перешел а на деревню отпущена земля а это деревенская теперь тем более то не мое это деревенская и там находятся там очень дети и приходят и играют и Гости приезжают, ночевать можно, к окрещению готовятся, столы, занятия. Это совершенно не слово «музей». К музею даже порошинкой не относятся, но я не знал, как его назвать. Ну, музей. Музей под открытым небом. Так еще бывает где-то. Поэтому советы-то дают хорошее, а они никакого отношения к нам не имеют. Нет. Это музей не прошлое, а из прошлого мы делаем взгляд в будущее. Как другим передать, чтобы это делали? Как? Именно как? Я-то показываю, где вот. Как баня была, как вот стирали, как белье развешали, как дети сами занимались, как отдыхали, как концерты были, как на конях ездили, на лодках. Вот это все показать. По аналогу подобного в мировой практике не было. Повторяю, в мировой практике никогда этого нигде не было. При советской враждебной власти образовать православный лагерь. И чтобы открыто молились. Да тут такие экскурсии автобусами привозили учителей, завучей, работников сельсоветов. Первый секретарь и кома партии привозил сюда. Тут они ждали, когда мы будем за стол молиться. А потом беседовали. Отношения хорошие были. И они потом доклады делали, первый секретарь. Как так вот? Вот дай, 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 дай. Вот я был там. Столько людей, молодежь, какие все здоровые люди. Как интересно живут. И ничего не дай, сами все построили. И игровые площадки, и залы, обеды. И все это под открытым небом. И больные делаются здоровыми. Наркоманы делаются... Тут не музей, не горшки разбитые. Нет. Из разбитых делают целые. Я не могу это объяснить. Вот когда приедут еще, вот сейчас вот, вот будет. Ну, подождать надо еще недельки-полторы. И тогда эти люди придут, я им начну по порядку все рассказывать. Что здесь есть, и почему назван музей. Ну, неправильно там. Резервация или как-то так вот. Я не нахожу подходящего слова. Потому что нигде мировой практики никогда не было от Адама. Повторяю, никогда. Не то, что я беру там на себя лишнее. Ну, знаете, покажите, когда. И давайте сравним. Ну, в каком лагере это было так, чтобы дети в пять вставали. Где это было, чтобы своя лошадь. Лошади там катались каждое воскресенье. Лодки. Каждую неделю. Каждую неделю костер. Вот. Приезжают родители, с детьми живут, бабки, детки. Вот. Нет возрастной группы. Родители могут прибавить. Ну, просто покажите. Я очень много знаю про это. Я ездил по заграницам. И даже намека на это нет. И при том живут-то в чем? Никакие строения это строят. Это курятники. Они называют по виду. Да, это курятники. Высота роста человеческого чуть повыше. Как? Столбы стоят дальше. Жерни. А потом прутьями переплетено. Звук сторон за штукатурено. Все. Ложись. Спи. И это все сохранить и показать. Тем более я для этого, для этой системы очень подхожу. И зэк был неоднократно. И из большой семьи. У нас здесь и дети. Отец инвалид. Там у матери три брата погибли на фронте. И то есть мы здешние, не чужие. И как обрабатываем свой огородчик, свой садок. Вот показать, какая у нас баня. Баня своя. Своя. В земле скрытно делали. Притом это топить, когда никто не видит. А рядом сто метров, даже меньше. Метров семьдесят. Пастухи корченские живут здесь. И надо делать ночью. Это не видно. И подземную церковь. Это все показать. Так что совет этот человек дает, он не знает этого. Но я благодарю за эти советы. Не знает Горохов или Горохова. Мир вам, Игнатий Тихонович, и вашей благословенной общине. Хотелось бы разобраться с вопросом о тяжелом физическом труде для рожденных свыше во свете Библии. Про себя скажу, что я никогда не спорю, как апостол Павел пишет, что спора нет в церкви. 1 Коринфянам 11, 16. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обыча, ни церкви Божией. Повторяю, Сергей, что я как раз из тех, кто не спорит. Я ему сказал, спорить кто ничего не знает. А кто знает, тот возвращает истину. И афоризм такой вышел. Апостол Петр действительно по воскресенью Господа ловил рыбу. Но здесь одна существенная деталь. В тот момент сам Петр находился не в благодати, а наоборот был в состоянии отречения от Христа, и еще не получил от него прощения и слов «любишь или меня». А Христос к тому же просто повелел им ждать его в Галилее. Про ловлю рыбы ничего не говорилось. Это Петр сам решил порыбачить, еду ловить рыбу. Видимо, чувствуя уже свое недостоинство быть ловцом человека. Прощение и дары Святого Духа Петр получил позже, в день Святой Пятидесятницы. И уже совсем по-другому стал говорить. Станин говорит, не наше дело в пищи со столах. Вряд ли для человека, рожденного свыше, может быть образцом для подражания, отрекшийся от Христа человек на тот момент времени. Нельзя так занижать планку. Лучше держаться апостола Павла, как и всеми нами, любимый Иоанн Златоуст говорит, подражайте мне, как и апостолу Павлу. Ведь именно апостол Павел больше всех потрудился, 1 Коринфянам. Именно его Христос избрал быть апостолом для язычников, а не, скажем, Якова или Варфоломея. Труд должен быть всегда и в любом возрасте. Никто не спорит. Но не тяжелый же, и к тому же с риском для здоровья, и не в ущерб же благовестию. Ну, попутно останавливаться буду. Ну, меня в этом никто не упрекнет. Мое благовестие от океана до океана прошло. Все-таки 80-е годы идут. Тут тоже условия надо смотреть. Деревня восстанавливается, а я никого нету, а я бы сидел. Дороги восстановлены, сейчас проезжать можно. Пруды уже дают себя знать. Там и купаться можно, и рыбу разводить. Да, трудно, да, непомерно. Мне трудно войти в возраст свой. Я с молодежью все время. Все правильно говорить-то, но труд меня никто никогда не упрекнет. А попы белые ручки, пухленькие, посмотреть бы на них они-то. А я работаю. У меня руки мозолят, что на пятке у ноги. Все время в работе. И батюшка священник работает. У него и овцы есть. Но мне Господь дал вот это, понимать, работать. Где бы я ни было работы. Я вчера столько пропахал на коленях, пока полол. А потом везли там, и видно, это все будет в интернете. Если в одном японском монастыре всеми уважаемого старца найдут умершим из-за того, что он таскал столбушки или мешки с картошкой, то вряд ли он станет образцом для подражания. Но от этого никто не умрет. Да, поболел я. А если кто-то скажет, что есть же заповедь в поте лица твоего, то преподобный Исаак Сирин отвечает, что Христос Бог своим кровавым потом упразднил тот пот. И для рожденных от Бога пот уже нужен в молитве и благовестии. Нет этого негде. Выдумка поповская. Здесь категорически. А то посты и молитвы. Дороже поста и молитвы послушания. Это прямо сатана уже сказал. Лучшее оружие, которое дал Господь, выбивает. Сказал Исаак Сирин. Да сказал ли он, во-первых, первый вопрос. А потом сказал, за это ответит. В поте лица. В поте. Отучили работать, как патриарх Алексеев 2-й год. Отучили молиться, отучили трудиться. Ничего нет. Нет. Никто не отнял. Никогда не отнял. И считаем в житиях святых, как они работали. Климент Римский. Сколько монастырей там всего, не монастырей, а храмов строили. Везде работали. Колодцы копали, патриархи. Здесь абсолютно неправильно. Никак. Никто не упразднял. В поте лица. У меня каждый день, как батюшка он, с утром вспотел и, ну, пришел я дома, разделся до трусов. Посушил маленько, опять переоделся и опять. Там ждут нас. Сегодня нынче такая погода дождливая. Все заросло, надо полоть. Еще бы я сидел-то. У меня опыт на все есть. Да я своим трудом воодушевляю людей. Я об этом не думаю. Ну, это так. Так. А как же пропитание от благовестия? Да пропитание от благовестия. Такого, что пропитания от благовестия нет. С кружкой здесь торговля, храмовый бизнес. Ну, Сергей, что, не знаете, что ли, как попы? И какие они? Безразмерно жирные, без страха уточняют себя, как апостол Иуда говорит. Выкатились от жира глаза их. Ну, а по Поповской или среде говорить от благовестия. И у него нет благовестия. На одном месте стоит там, кричит. Найдите мне благовестника одного, который проехал бы. Мы от Тихого до Атлантического океана проехали. И везде дары давали. Более чем на 30 миллионов книг я бы только подарил. Только в окрестностях 30 тысяч дверей открыли. Нам сказать это невозможно. Выше этого благовестия вообще нету. У меня два с половиной часа на сон уходило. Все заводы, все фабрики, университеты, техникумы, десятки школ, все милиции, воинские части. Все это подо мной было. Свидетельство. Три радиопрограммы регулярно. Одна полчасовая, другая часовая открыла. Онлайн, как называют сегодня. А если скажете, Ант Богослов у госпожи работал. Ну, я в это тоже не верю, что он там работал. Романа его подленила. Выдумка это. То ведь это в рабстве был. Какая-то ведьма бы над Иоанном командовала. Чушь. Добровольно же. Выбора другого ведь у него не было. Я с Прохором. Она пленила. В бане работали. Смеху достойно. Тот-то у нас больше того, кто там. Ко мне ведьмы приходили на занятия в университет. Я тут же объявил молитву. Они прямо подошли разрушить наше занятие. Их вымело. Только, как говорится, дверь хлопнула. А то Иоанн Богослов был у кого-то в басне. По нетрезвому уму написали это. Так патриарх Иосиф, чтобы Бог избавил его от рабства. Если вы почувствовали, что это послание продиктовано незаботой о вашем здоровье и нашей пользе, то значит вы ошиблись. Как раз я и понял, что вы о здоровье моем заботитесь. И о здоровье здорового. Да, я перехвачу иной раз лишнюю. Лишнюю тяжесть подниму. У меня три грыжи на позвоночнике. Одну сделала операцию. Мне нельзя косить. Я забываюсь. Я с молодежью и сам молодой. Помахал, покрутил тост. Утром встать не могу. Но все равно я сползаю с кровати. Как-то потихоньку-потихоньку все-таки оденусь. А потом на поклонах раскланяюсь. Вот мое лекарство где. Массажист. И дело пошло. Вот так. С сыновней. Почтением и любовью о Христе Сергею. Так и принимаю. Особенно, ну, видно, вот сегодня напомнили, там, что ощущают, как эти пруды. Я свяжусь по телефону. Добавка. Вспомнил, что как-то на собрании одна девушка-прихожанка поделилась, что учится шить женские брюки. Но на нее набросились, и не нашлось ни одного, кто бы ее поддержал. А чего плохого надевать брюки для тепла? Так и мусульманки ходят. Важно, чтобы сверху юбки. Юбка была и другая длинная одежда. Для женщин шить специально. Вот такое. Сверху. Ну, да. Я вчера тут нашу девчину за это дело. Щувал, как говорится. Укорял. Комарама выстроила столовую под подолом. Одень сейчас же, надень брюки. Сверху юбка. Да, вот эти шальвары, эти шарвары должны быть. Мы сходимся с вами много, очень даже. А вот то, что в плену они были, ложь, фиксия. Я отвечаю, мир вам, дорогой брат Сергей, отец Аким. Вот немножко думать о нем тут, как это, молиться здесь. Пишет, мир вам, Игнатий Тихонович, с отцом Акимом мы не знакомы. Я вчера поехал, рассказал, он говорит, нет. Он намного моложе меня. Но что я монах и живу в монастыре, в этом прошу, пожалуйста, не сомневаться. Сам учу иностранный язык, чтобы поехать в другое государство или по-другому, как Бог благословит, благовествовать. Не крещеному еще народу. Ведь в этом есть прямое повеление Христа. Посвязательный знак Матфея 28, 19. Твоими устами, Сергей, да говорит, мед пить. Ну, не будет этого. Тебя задушат там сразу свои. Поэтому ваш миссионерский опыт, опыты других, очень пригождаются и пригодится еще. В знак благодарности со своей стороны, хочу, пока есть время относительно перерыва в учебе, поделиться своими наработками по тем вопросам, которые были обозначены в ваших роликах. Сейчас чувствую остро стал вопрос со зданиями бывшего лагеря Стана. Какие здания? Нет никаких зданий? Курятники? Нету. Значит, дальше остальное рассуждение уже совершенно не о нас. Здесь потребно правильное рассуждение во свете Библии, которое снимет лишнее беспокойство и сомнения, которое всегда от лукавого. Сам считаю, что принцип «надейся на лучшее, а готовься к худшему» вполне евангельский, поэтому греха не будет, если немного порассуждаю на заданную тему. Я прочитал все и не стал ставить, потому что вам будет потом неудобно за это, это просто вы написали. Совершенно не по теме. Никаких зданий нету. Нету. Переплетенная глиняная мазанка стоит. Я уже немного объяснял. 2 Петра 1.5. Вы, прилагая к всему все старания, покажите в добродетель и рассудительность. Драглайн кажется слишком массивным. Он вам и дамбы разрушить может, и до середины, и других мест все равно достать не сможет. Вам нужна техника, которую сам пруд запустить можно. Да. Так. Вот ее телефон. Ну, ее считают. 7-913-096-27-87-Адрей. Адрес Алтайский край, Рубцовск. Город. Посмотрите карту. Услуги мини-земснаряда по Алтайскому краю. Записал сейчас маленько, погодя, буду звонить. Благодарен за это вам, Сергей. Первое. Очистка водоема от ила. Нам это надо. Углубление водоема тоже надо. Копка зимовальных ям тоже надо. Третье. Намыв песчаного пляжа не надо. Земснаряд – это плавательное средство, на котором размещено мощное оборудование для выкачки и размыва ила, песка, а также иных землистых пород дна. Всасывание производится непосредственно перемешиванием воды с грунтом. После его смесь транспортируется по трубам в определенное место на участке. Неопределенное, через дамбу только перекинуть. Нам он не нужен. Очистка водоема от ила – это процесс выкачки грязи со дна водоема при помощи механического оборудования, при котором насосная установка транспортирует ил за его пределы. В дальнейшем, при желании, вы можете использовать этот ил в качестве удобрения, так как это органы, минеральные отложения, состоящие из остатков растительных и живых организмов, примесей минеральных частиц, глинистых, песчаных и известковых. Все правильно, но нам даже некуда. Все это стекать будет обратно. И тут навозу хватает. Ну, правильно все, но нам не нужно это. Количество органического вещества в нем колеблется от 20 до 70%. Содержит ил еще такие важные элементы, как азот, фосфор, калий, в среднем 150-250 грамм в 100 килограммах ила. Количество микроэлементов иногда превышает их содержание в хорошо разложившемся навозе. Ну, не знаю. Ценное качество ила по сравнению со многими другими видами органического удобрения – отсутствие семян сорной растительности. Ну, да. Намыв песчаного пряжа и гидравлический вид. Ну, это не надо. По трубам на берег возвращается, песок оседает. Вот считайте, тут написано. Копка зимовальных ям – подготовление места для зимовки рыбы. Она является собой ямой, в которых в зимний период собирается вся рыба. В большинстве водоемов нет подходящих условий для зимовки рыбы, поэтому их создают искусственно. В результате образовываются более благоприятные условия для рыбы, которые скапливаются в подобных местах. Зимовальные ямы способствуют выживанию большего количества рыбы зимой. Углубление водоема – это процесс углубления дна, который задействует в комплексе с очистительными работами. Существует три способа углубить водоем. Гидравлический – размыв грунта водой под высоким давлением. Нам надо. Механический – измельчение грунта при помощи фризы. Комбинированный – включает в себя два предыдущих способа. Мы все принимаем. И вот тут служение просят не ставить условия труда. РПЦ инициировали поправки к трудовому законодательству. В Госдуму внесен законопроект, который освободит священнослужителей от обязанности исполнять требования закона о специальной оценке условий труда в части соблюдения требований освещенности, температурного режима и других нормативов на рабочем месте. По инициативе Русской Православной Церкви РПЦ действующее трудовое законодательство предложено изменить в целях более полной защиты конституционных прав и законных интересов религиозных организаций. Ну, мы за это. Да. В настоящее время служители культа штрафуют за уклонение от проведения аттестации рабочих мест клириков и религиозного персонала. Поправка к статье третьей закона о специальной оценке условий труда внесли в Государственную Думу депутаты Ярослав Нилов, ЛДПР и Ольга Тимофеева, Единая Россия. Работнику на производстве положено определенное количество квадратных метров, определенных условий освещения, температура, поясняет господин Нилов. А служители религиозных культов могут, например, служить только при священе. Среди отцветивой корректировки законодательства рассказывать Ярослав Нилов в Госдуму обратились представители Московского Патриархата. Вот Татьяна на меня вышла. То есть алтарников оценка условий. Пана Мария, благослови Господу Татьяну. Не может регулироваться законодательством, осуществляться сторонними организациями, пояснили твердый знак руководителя юридической службы Московского Патриархата Игумене Ксения Чернега. Наша инициатива связана с попытками трудовых инспекций привлекать религиозные общины к административной ответственности. Штраф в размере 80 тысяч рублей за уклонение от проведения аттестации рабочих мест клириков и религиозного персонала. По ее словам, храмы и алтари не являются рабочим местом, а представляют собой место молитвы и служения. Ну и дальше. Авторы поправок напоминают о конституционном принципе отделения церкви от государства. РПЦ пообещала освещать ракеты после перестановки Роскосмоса. Применение упомянутых... Ну дальше прочитайте. Просто тормозните и прочитайте. Я все взял, чтобы знали люди. Игумене тут в Чернеге. Знает Игумене? Вот, Кесарево, Кесарево. Ну и Равин один написал. Считаем поправки обоснованы, приветствуем их скорейшее принятие. Заявил первый зампредсовета муфти в России Рушан Абесов. И дальше. Атеисты под угрозой жить нерелигиозным людям все сложнее. Ну и вот так. На сегодня, как Бог благословит, на этом заканчиваем большой получился ролик. С Богом! Субтитры подогнал «Симон»